Ваша позиция мне ясна, но разрабатывая проект Анхор, вы не учли самого главного. Объект чрезвычайной важности, не возражаете? Что, Сейфулла Рахманович? Здесь мы канал спрямляем, бетонируем, как того требует генплан, а тут, как известно, пройдет метромост. Итак, на месте вашей родной Махали возникнет одна из самых больших площадей столицы, которую красит уникальный мраморный дворец и высотные дома. Ну и здесь мы соберем самые редкостные деревья и цветы со всего мира. Серебристые ели, линкаранские акации, греческие гесарпы, японские сакуры. Вот что увидят гости столицы из вагонов метро. Таким образом, эта площадь приобретает всесоюзный, я бы даже сказал, всемирный размах. Улавливайте мою мысль. Улавливаюсь, Сейфулла Рахманович. Но я боюсь, что все эти акации, сакуры, серебристые ели зачахнут на нашем солнце. Им понадобится искусственный микроклимат. Это мы создадим. Создадим! Постойте, вы что же, Аброр Акзамович, против серебристых елей? А не знаете ли, деревья почета. Не забывайте. А почему у нас в Ташкенте деревом почета не может быть, скажем, шаровидный карагач или чинар? Что? Так, так. Это отдает местничество. Да при чем тут местничество, если я хочу сохранить для людей этот прекрасный уголок? А вы же превращаете его в парадную витрину, годную лишь для чета. Так, так нельзя, Аброр Акзамович, нельзя. Ничего-то вы не поняли. Этот объект тянет на всесоюзную премию. И вы ее тоже получите, если будете вести себя соответственно. Еще бы. Сиюминутный триумф. Награды, интервью в прессе. А через год ваша площадь превратится в раскаленный пустырь. Враждебный человеку. Да разве дело только о Ванхоре. Мы упростили биосферу города до опасного уровня. Это грозит всем нам экологической катастрофой. До каких пор мы будем игнорировать опыт Прибалтики, Грузии, Львова? Ведь там природа и город слиты воедино. Редактор субтитров А..Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова